Низкие махинации с высшим образованием. Лукояновского депутата обвиняют в подделке диплома. По материалам дела Анатолий Морозов, депутат Лукояновской городской думы и Езенского собрания Лукояновского района, два года назад решил возглавить местное пассажирское автопредприятие. И в качестве аргумента своей компетентности он предоставил диплом об окончании Нижегородского политеха. Но, как выяснилось, такой студент там не учился и уж тем более политех не заканчивал. Анатолий Михайлович, скажите, пожалуйста, почему у вас фиктивные документы Нижегородского вуза? Анатолий Михайлович, возбуждено уголовное дело по факту предоставления заведом подложенного документа, а именно диплома о высшем техническом образовании депутатам городской думы и Езенского района. Пустите, пожалуйста, почему у вас фиктивные документы о высшем образовании? Объясните, зачем вы так делали? Я ничего не делал, я учился. Вы там учились? А кто мне такие документы выдал, вот с ними и разбирайте, у них интервью берите. А вы где учились? Я учился в НГТУ. А почему? Был предоставлен запрос в данное учебное учреждение, и согласно ответу, который предоставлен из учебного учреждения, из НГТУ, официально диплом с такой серией и с номером, который был предоставлен депутатам, он в информационной базе не числится. И, соответственно, депутат, также был предоставлен ответ о том, что депутат не обучался в данном высшем учебном заведении. Вы знаете, что сейчас Следственный комитет проводит проверку по данному факту? Знаю, да. Так если вы заканчивали... За мной. Если вы заканчивали институт, почему, конечно, когда проверка проходит? Может и вас когда-нибудь проверить. Именно по поводу того, что есть такие разногласия, он поясняет, что практически он никак не может это объяснить. Почему появилась такая версия, что у вас эффективен документ о высшем образовании? Антоний Михайлович. Антоний Михайлович. До свидания. У Дарисова здесь руководитель был, вот у него есть документы? Такого автомобиля тоже не было. Это я вам точно могу сказать. Ну, так он с техникой, он все разбирает, все понимает. Я у него это все правильно, документы, да. Он в технике все соображает, все разбирается, все, да. А он действительно учился в техническом университете? Ну, мы ведь как, мы же не можем быть, вот в это время все мы учились. Мы в свое время учились у тебя, Елена Сергеевна, и мы учились на дневном отделении, потом на заочном отделении, потом знали. Елена Сергеевна не с ним. Потом учились и везде, кто же кого спрашивает. На дистанте учились, я в голове, никто никого, кто его знает. Мы же не следим. Если там усматривать состав преступления, как можно относиться негативно? Когда такая ситуация? Нам это неприятно. Это наш депутат. Кстати, в НГТУ нам также сообщили, что никаких данных о таком студенте, как Анатолий Морозов, у них нет. Максимальное наказание, которое грозит депутата в случае, если его признают виновным, это арест на срок до 6 месяцев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!